Добрый, добрый, добрый день всем еще раз, дорогие друзья, с вами Друг, студия игрокам ТВ и Empire TV. И мы начинаем трансляцию ответного матча между Team Empire и коллективом Alliance. Первая игра была выиграна за очень короткий срок, шведским коллективом старт игры был провальным у них, но потом воспряли духом, подсобрались, собрали нужные артефакты, а дальше все, что было по спылам у команды Empire. Этого стало недостаточно для убийства команды Alliance, артефактов они к тому моменту не нафармили, и в этом была главная проблема и печаль команды Empire. Первую игру своим оппонентам они отдают. На данный момент у Империи 2 поражения и 1 победа, ну и сейчас можно хоть как-то статус-кво восстановить. 1-1 они сыграли первый матч, и сейчас против Alliance данные Best of 2 начали с поражения. Квапа плюс Висп, Виспа забрали, Тини забанили. Вот так вот, забанили Тини, но Виспа забрали себе. Хотя в прошлой игре это сработало. Queen of Payne на данный момент в пике команды Alliance, это герой для эсфона Midlane, и Empire забрали свою функциональную сложную линию Bane плюс Night Stalker. Резолюши на этом герое показывал, и я думаю покажет и сейчас. В пачке с Bane от Nofear достаточно уверенно смотрятся эти 2 героя. Darkseer банится от команды Empire, также Naga банится второй раз уже, и Broodmother после прошломатчего рейпа пришлось от Бруды избавляться. Не столько от Виспа, сколько наверное от Broodmother. Ну, как ни старались напрячь Адмирала Бульдога, все равно Бульдог свои артефакты вынес. Даже при относительной агрессии от Триплы Ворды, там были и зацепки какие-то были, и Бруду разваливали один или два раза. Ну, тем не менее, Бруда на 15-й минуте или на 16-й уже вынесла себе Оркет, а дальше просто, я не знаю, прячься в темной комнате, обнимая колени. Что эта Бруда творит с саппортами, что она творит с тем же оффлейнером? Резолюши неоднократно получал по голове от Бруды ее деточек, да и вообще Адмирал Бульдог как был скилловым, так скилловым и остался. Фуриона забанили игроки команды Empire, Ember Spirit от Альянс тоже отправился в баню. Теперь избегают Адмирала Бульдога, но там есть Лода, который тоже уверенно очень смотрится. Если все баны потратить на оффлейнера, в любом случае, кстати, полгероя в большой у Лоды играть может разными парнями, всех не перебанишь. Решили все-таки от Адмирала Бульдога избавиться. Дарк Сир, Фурион и Брудмазер, все это, конечно, оффлейны. Ну и когда Висп есть в пачке, он становится логичным банным Фуриона, потому что десант, который падает на голову из Виспа плюс еще кого-то, а вместе с ним еще и Фурион с каким-нибудь лайфстилером внутри. Уже забыл, как выглядит этот герой в профессиональных матчах. Странненько. Гирокоптер в баню от команды Альянс. Ну и третий пик, третий пик. Надо забирать оффлейнера сейчас им, потому что Эмпайр не слезет с Бульдога и будет банить еще и еще сложную линию, я почти уверен в этом. Резерв time. Висп, Квапам, Керри нет, саппортов нет, вот вам пожалуйста саппорты. Туск идет в пик команды Альянс. И Team Empire надо уже побеспокоиться о кор-героях. Или может напоследок их оставят. В принципе тут СФ может быть от команды Эмпайр. Против Квапы не очень удобно стоять. С другой стороны фармит СФ классно. Играют за Дайер. Это тоже не очень удобно. Да, СФ может кстати и не быть здесь. Потому что на стороне Дайер долговато отходить, чтобы подфармливать споты нейтралов в лесу. Далеко. Есть Templar Assassin на самом деле, которая хорошо разбирается с Эншентами. Ну и кто-нибудь встанет, постакает этих Эншентов и придется Templarке просто чуть-чуть там пару шагов влево сделать и этих Эншентов забирать. Возможно будет Templar Assassin от команды Эмпайра. Против Квапы тоже нормальная штука. Shadow Strike, либо Shadow Strike, в никуда, либо Scream of Pain, в никуда, либо Sonic Wave, да много чего. Я думаю, о Templarке стоит задуматься о команде Эмпайр. Ноуфир плотненько так мыслит, сидит. 40 секунд всего лишь дополнительного времени осталось, а у нас еще третий герой не пикнул. Рубик. Рубик для Алоха Дэнс. Просто пошли по классическим героям. Последние метры Эмпайр, Найт Сталкер для Резолюшена, Ноуфир это Бэйн. Алоха Дэнс Рубика себе заберет. Ну глянем, я Йоку на Templarке, по-моему, не видел еще. И Альянсы без Мейн Керри до сих пор. Без Мейн Керри, без Оффлейнера. Возможно, Спирит Брейкер появится в данной пачке. Тоже, кстати, Альянс не очень быстро думает. Видно, что некие траблы есть. Какие-то там схемы нарушаются, приходится долговато сидеть. Приехали. С 2013-м вас, ребята. Вперед в прошлое. Чаус Найт в составе команды Альянс. В пачку с Веспом. Очень боевая комбинация. ЦК еще и подняли слегка. А, короче говоря, все смотрится у Альянс пока что очень плотно. И ЦК попробую бить, и фантазмы. А там потом и пойдут в Манта Стайлы, я почти уверен. Альянсы любят эту ерунду. Пушит со всех сторон, Сплит. Ну и нет героя до сих пор для Адмирала Бульдога. И прямо-таки, скажем, интрига появилась. Кого же Бульдогу заберут по данному пику? Фуриона нет. А пик реально повторяет чуть ли не в 2013-е годы. Фуриона нет. Значит, есть Лондруид. Если не будет Лондруида, то... То не поймем вообще, что будет. Тим Эмпайр забирает себе Магнуса. Герой для центральной линии. Найт Сталки отправится на сложную. Магнус пойдет на центр. Рубик будет где угодно. А Тим Эмпайр осталось добрать еще себе мейнкерри, коргероя. Кто с ЦК будет справляться? По-прежнему есть Рейс Кингс с Сайлентовой. По данной комбинации заходит хорошо все. Хотя, конечно, Эмбер в этом пике реально мог бы зайти для Сайлента. Возможно, это будет антимаг. Кстати, под Магнуса. Но антимага сейчас, мне кажется, в баню отправят команда Альянс. 19 секунд. Ну, будете ли вы... Да, пожалуйста. Как открытую книгу читайте Альянсов. Антимаг банится от СФО. Ну и теперь Эмпайр. Гирокоптер в бане, антимаг в бане, Эмбер, Спирит в бане. Рейс Кинг не так хорош, как антимаг был бы по данному пику, если вдруг его Эмпайр будут забирать. А в бане тем по-прежнему надо оффлейнера. Шейкера банят. Ну и посмотрим, посмотрим, кого Альянсы заберут. Бульдогу даже, в принципе, сочинять не могу. Сэнд Кинг есть. Хороший, крутой парень Сэнд Кинг. Хантера уже забыли все давным-давно. Клокверк есть. Клокверк никуда не девался. Врывы более чем очевидны. Клопа куда-нибудь. Лицека, точнее, с виспом залетает в спину. Туск прикатывается. Клок. Клопа на блинке впрыгивает. Ставлю на Клокверка в пике. Команда Альянс. Нет, это Undying. Жирновато. Ну и Тим Эмпайр. Пик Керри Героя. Возможно, селедка. Толстая, конечно. Штука. Ну, мобильностью селедка вроде заблистал. А в целом, так сказать, чтобы он убивал хорошо сильно. Нет, этого нет. И не появилось этого. И надо кто-то с нормальным сплэшом. Тот, кому... Тот, кто нормально бьет с руки. Сплэш-то ему Магнус подает. Возможно, опять будет ПЛ. Сильнее Керри просто нет вообще. Поэтому непонятно, что придумает. Спектрум у него... Кстати, Фантом Ассасин может быть в пике команды Эмпайр. Под бафом Магнуса очень плотно. И фарм хороший. Пух, да ладно. Да блин. Слушайте, почему, а? Надо самому эту студию аналитики создавать и сидеть тут, мусолить вот таким вот голосом. И говорить, что вот, наверное, сейчас Фантом Ассасин. Да, я же говорил. Классно было бы. Как было бы круто. Как бы я зажег. Резолюшн забирает себе Night Stalker. Бэйн это No Fear. Рубик это Aloha Dance. Магнус для Йоку. И Фантом Ассасин для Сайлента. Майнац это Туск. Лода будет играть на ЦК. Андайнк это Адмирал Бульдог. Квапа это, конечно же, СФО. И Аки будет играть на Веспе. Все, в общем-то, у команды Альянс очень плотненько укомплектовано. Ну, теперь уже речь о Фантомке. Вырежет, не вырежет. Дело такое. Что-то задумались. Эмпайр, кому кого брать. Думать вообще нечего. Может вообще-то придумать историю Альянсовский худ включить? Да ну нет. Перебор будет. Нет, все тут Лода предоставляет. Все это как-то не алло. Пойдем по стандартам. Ну, по героям, в общем-то, тут понятно, все разобрались. Ждем возвращения. Алхаден здесь, Сайлент здесь, Йоку здесь. Резолюшн. Но уфер еще не забрал себе героя. Ну, а в целом, по героям команды Альянс и по героям команды Эмпайр разобрались. Ждем возвращения на эфира. Ну, эээ... Ждем возвращения на эфира. Да, и по Фантом Ассасин, тут двоякая ситуация. Если выфармит ЦК, то, по-моему, Фантомку просто он сожрет с потрохами за счет своих иллюзий. Фантомке надо получить убер-дэмэдж. И желательно быть всегда на шаг впереди по фарму своих оппонентов. Если по Ани выфармливает, то ее просто мясом здесь забросают. И по ХП она будет проседать от Андаинга. А Андаинг идет, скорее всего, на сложную линию, как я понимаю, да? Да, Адмирал Бульдог берет Андаинга. Значит, будут артефакты. А если будут артефакты, будет Аганима. Если будет Аганим, минус 10 силы для Фантом Ассасин со стартовой силой 20. Короче говоря, с Аганимом тут просто 0 ХП будет у Фантом Ассасин в принципе. Если бы сейчас был бы Аганим в руках у Андаинга и Дикей. То вы понимаете, да? Просто 0 Фантом Ассасин умирала бы с двух Дикей. Возвращается Бэйн. Ну и все, поехали. Поехали. Посмотрим, как отыграет сейчас Резолюшн на Найт Сталкере и Бэйне. Возможно, их даже вдвоем по-хорошему отправить бы против Андаинга. А Лоха Дэнса с Фантом Ассасин отправить сложно. Нет, это был бы явный перебор. Там их просто расковыряли бы. В легкую линию уходит Фантом Ассасин. Центральная линия. Конечно же, для Магнуса, на котором будет играть Йоку. А Йоку на Магнусе это прямо-таки, скажем, бренд. На самом деле, только он стоял до этого в сложной линии. Теперь Магнус в его исполнении будет на центральной линии против Квиннов Пэйн. Магнус жирненький. Его сильно так не прохарасишь. Магнус еще и там укомплектуется. А уже укомплектовался. С руки вообще его не бей. Не подходи к нему. Сталк Шилд есть у Йоку. Будет на фаст батлу фармить. Резолюшн вместе с Ноуфиром отправится в сложную линию. И будет здесь стоять против Лоды Акки и Майнаца на Тулске. Оба герои крепкие. Резолюшн еще и вы видите, что делает. Его тоже с руки хрен пробьешь. Нормальный ХП-реген благодаря двум Манго. И Сталк Шилд тоже свое дело сделает на ранних этапах. Андайенг отправляется на сложную линию. Будет стоять против Фантом Ассасин плюс Рубик. Сайлент готов забрать руну. Адмирал Бульдог готов драться с Сайлентом. У него уже есть Дикей. У него нормальное ХП и так. У Фантомки. Хотя одинаковое ХП. Одинаково. Майнац вместе с Адмиралом Бульдогом. Встречает Сайлента. Айс Шард пошел. Сайлент, по-моему, не успевает уйти. Адмирал Бульдог 2 секунды до Дикей. Секунда. Нет, уходит Сайлент. Должен уходить. Хотя у Майнаца... Нет, очень долго до Айс Шарда. Сайлент, по идее, выживает. Хотя до последнего Майнац бежит. Сайленту надо блинковаться. Одна секунда до Айс Шарда. Да ну нафиг, Сайлент. Вообще, как это возможно? Мисс. Прошел мисс. Ой, как удачная. Да, Фантом Ассасин Блюр вкачала. Я гоню по поводу того, что блинковаться. Куда там блинковаться? Сайлент в итоге на этом Блюре и вывез. Ух, нормально. Корвалолучику накапайте мне со старта. Чтоб комментировалось поинтереснее. Погоди. Альянсы нормально поднялись. Здесь, по-моему, они забрали обе руны баунти. Если я не ошибаюсь, здесь Йоку... Нет, Йоку и Висп забрали. Ну и Алоха Денс пошел фармить. Нормально. Раздолье просто Алоха Денсу. Ему нужны артефакты. Фантомка так себе. Нужны, не нужны, пока непонятно. А вот Алоха Денсу артефакты более чем необходимы. Если собирать Аганим. Есть ли что здесь у кого воровать? Есть. Дикей у Андаинга. Алоха Денс, который будет иметь 100 тысяч хп в замесе. Гляньте, любезностями обменялись уже Магнус вместе с Квапой. 200 хп Квин оф Пейн. Менее 200 у Магнуса. Ну и бежит за батлой Магнус. Во-первых, просто потому что надо срочно порегениться. Во-вторых, потому что кто знает, где там... Кто находится. Может, пойдут вообще забирать сейчас Курьера. Как там дела идут у Резолюшена? У Романа 6 на 1. У Лоды 3 на 1. Резолюшен пока более дерзкий. У Аки вообще 0 на 0. Но Резолюшен покрепче, чем ЦК. На ранних этапах 4 дефа здесь, 5 дефа здесь. Хп реген больше у Резолюшена. Здесь есть Аки, который будет главным хп регенератором у Лоды. Харась, не харась, только ману. Зря потратишь. Если не какой-то быстрый дэмэдж от команды Эмпайр, то забрать Лоду не так-то просто будет. Хотя ушел Аки. Аки не близко, Аки не палится. На руне Вижн есть у команды Эмпайр. Они должны видеть Аки. По идее, сейчас бы выйти на Лоду, да и разобрать его, пока его здесь нет. Ну, Лода более-менее сейвово играет. Квапа опять там лоу хпшная. С фори генится до сих пор нет батлы. И у Магнуса есть батла, но ему от этого не легче. Он за этой батлой на Т2 все время ходит. Курьер еле-еле по-пластунски просто пополз. 200 там или 300. Скорость бега. Йоку наваливает по С4. 12 на 4 у Квапы. У Йоку в это время 8 на 1. Так, очень сильно Туз проседает. Алуха Дэнс должен его забирать. У Алуха Дэнса дабл дэмэдж. Он в этом деле преуспел. Забирает еще и Тамбу. У Алуха Дэнс валит. А, Даггер есть. Блинка, правда, нет. Адмирала Бульдога просто отсюда отгоняет. Квапу не убили. Там не убили и ЦК. ЦК выхилили. Ну и Найт Сталкер под собственным Тауэром. Фармит 13 на 3 у Резолюшена. И 8 на 2 у Лоды. Здесь линия выигрывается. Дабла против Даблы. И очень классно это было против Даблы. Резолюшен ловит Стан на 3 секунды. Майнат здесь. Резолюшен убегает. Стики провязал. И Резолюшен-то живет. И будет жить. И никуда он вообще не денется. У Майнат-ца нечего вообще делать. Ноуфир через 2 секунды будет Брейнсап. Резолюшен с Манго. Здесь Маны достаточно. ХП Реген хороший. 12 ХП Реген Станго. Теперь пятерка. Тоже неплохо Аки будут ловить. У Аки нет тизера. Аки должны забирать. Ну и вкатываются в Резолюшен. Аки прилетает. У Аки есть Батла. Резолюшен отправляют. В итоге в Найт Мэйр. Ноуфир денает своего тиммейта. Сам правда погибает. Чет становится 1-1. Хорошо. Ну как хорошо. Резолюшена заденяли. Умер Бейн. Ну хорошо что не отдали Резолюшена. Он бы подороже был. Реза уже сюда летит. Все для фарма. Крипы прямо по таверам это более чем полезно для команды Эмпайр. Поэтому можно сказать что дела на сложной линии идут даже наверное лучше чем предполагалось. Несмотря на этот фраг на ранних этапах он не так дорого стоит для команды Эмпайр. Поэтому жить можно. Алоха Дэнс уже вышел на центральную линию. Будут ловить С4. И кстати если Алоха Дэнс поднимает С4. С4 умирает. Это факт. Фейтболт и Шоквейв третьего левела. У С4 не попадает. Лода вместе с Саки. Уже пришел к Йоку. Уезжает Йоку. Стан пошел по нему. Еще и Алоха Дэнс здесь развалят. Ой-ой-ой-ой. Обидно приобидно. Алоха Дэнс удерется конечно. Польвину против С4. 25 хп у КВП остается. Минус 2 от команды Алайнс. И теперь это заслуженные два фрага. Переместился Лода и Акке на центральную линию. Не знаю сигнализировали, не сигнализировали. Но очень опрометчиво вел себя Магнус. Наверное и подумать не могли, что возьмет Мейнкерри. Да и придет на центральную линию с запахом своим. Вышли мстить Адмиралу Бульдогу за все это добро. Пока поднимают Адмирала Бульдога разбивают Тамбу. Замедлили. Прыжок от Сайвента. Адмирал Бульдог в таверну. Первый килл для Сайлента. 3-2 счет. Круто. Интересненько. Если не круто, то как минимум интересненько. В ноль по голде уходят все, хотя Эмпайр тут выигрывали какое-то время. Потом Альянс впереди были. Ну, качели. Не хватает маны у Йоку на РП. У него есть регенерейшн, но ты можешь его и не проюзать. Не успевать просто проюзать регенерейшн. Увел с собой Майнаца. Получилось шардами. Короче, уехал вообще не туда на поезде. И в итоге этот регенерейшн так и будет валяться пока что в этом билде Магнуса. Ай, он еще и проюзан. Все. Провал. Полнейший, тотальный, глобальный провал. Ладно. С фуловой батлой все равно Магнус вернется на линию. Ну, Йоку не играет Саевова в данном моменте. Вижена не было. Вот сейчас только Ноуфир ставит ему вард. Чтобы понимать, кто откуда двигается. Эсфо будут стараться забрать. Сейчас привезут. РП-шка. Нет РП-шки. Нет РП-шки. Нет ручек. Нет конфетки. Йоку в итоге... Маны ему просто-напросто не хватает. После раскаста, после шот Фейвай и Скьюера не хватает маны Йоку. И скорее всего надо задумываться о таком артефакте, который Андаймин себе приобрел. Я говорю о Баркан Бутсах. На Йоку это пока смотрится, ну, странновато. Просто выкастываться не получается. 364 фуллмана у Йоку и смотрится не альца. Ну и на нул талисманы деньги тратить Магнусу. Сами согласитесь, это тупенько получается. В это время убивают Андайнга на легкой линии Эмпайр. 4-3 счет. Практически в ноль оба коллектива идут. Где-то плюс, где-то минус у одной и второй команды. Прыгает на резолюшена лода. В итоге нашел цель. No fear. Брейнсап юзает. No fear. В сон себя отправляет. Но его, конечно же, разбудит. Станет по спид одной иллюзией ЦК. Эта иллюзия просто иллюзия. Это не фантазм. Это не манта стаил. Это иллюзии, которые появились здесь. И прокнули фантом ланцеров. Альянс умеет играть. Никто с этим не спорит. Команде Эмпайр на халяву этот матч не выиграть никоим образом. Фантом Ассасин. Даггер уже четвертого левела. Сама практически восьмого. Есть фантом страйк в один. Наверное, сейчас есть смысл прогрейдить это чудо. А может и нет смысла. В общем-то, да нет, нет смысла тут. Небольшой кулдаун. Скорее всего, в блёр пойдет. Да, так и есть. В блёр. Сайлент. Будет максить. 14 секунд или 11 секунд. Разницы я не вижу на самом деле. В одном файте все равно не проюзать ни два раза. Не тот левел прокачки, не тот. Резолюшн отцепляют. Две секунды. Две секунды стана на нём. Ноуфир сразу же его поспать. Отправляет Резолюшн. Побежал дальше. У него есть урнов Шадоус, но пока она без зарядов. И это надо исправлять. Йоку опять на хосте. Йоку юзнул Шок Вейв. У него нет возможности юзнуть Риверс Полярити. Как всё печально. Ну, эти деньги, 840 голды, как раз-таки и потратится Йоку на Энерджи Бустер. Ой, а там что? Тут развал, да? Я переключился на центральную линию. А здесь вот во время развал команды Эмпайр. Йоку. Тысяча голды на руках. Курьер, лети. Лети, курьер, лети. Курьер полетел в Секрет Шок. Всё это для Магнуса. Андайн в это время убивает ещё и Фантом Ассасин. 9-3. Глобальное давление от команды Альянс. 9 минут. Пошли вверх графики. Ну и разносят по всем фронтам команду Эмпайр. Это очень неприятно. Адмирал Бульдог. Отдаёт в итоге Сол Рип. Рубику это не ДиКей. Рубик бы много чего настилил тут ДиКеем по ХП. Это Сол Рип. Да, Альянсы круто ведут себя. Йоку наконец-то приобретает себе Аркан Буци. 653 маны. Ну это хоть какой-то показатель. До этого жесть же полная. 10 минут играем. 8-го левела Магнус. Куча замесов. Ни одной РП. Даже в одного. Даже в половину. Даже в крипов. Я не знаю. В кого угодно. Магнус это... Ходячий. Инициатор ходячий. Носитель. Крутого спыла. И он заюзать его не может. По причине того, что просто не хватает маны. После шоквейвов. Ну а схему поменять не может Йоку. Шоквейв все равно дается. Дается шоквейв. Потом дается РПшка. Потом дается скьюер. И шоквейв когда приехали. Когда... Это уже откэдэшилось все. А тут после скьюера вообще беда полная. 100 маны оставалось. Рубик выходит на центральную линию. Айшард пошел в С4. И Алоха Дэнс не успевает поднять Рубика. Это паут. Сразу же отсюда Алоха Дэнс. Вниз. Лоу хпшный Резолюшн. Будут пытаться его засейвить. У Резолюшна только Манга. Лоду поднимают. Резолюшн. Воид может дать в лоду. И лода улетает отсюда. Улетает на базу собственную. Регеница Резолюшн. Ну просто-напросто нечем. У него 170 хп. И возвращаются ребята. Алоха Дэнс. Не ожидал что ли. Вроде как ожидал. Найтмэр отправляет лоду. Лоу хпшный Алоха Дэнс. Может успеть отсюда убежать. Между кустами. Мансит, мансит, мансит. И размансил. В это время у нас Тузка забрали. На центральной линии. Здесь же забрали Квапу. РПшка по-моему. Да, первая зашла. Наконец-то. Первый РП от Йоку. Но мы смотрели как там. Лода ведет себя с Резолюшн. Два кила делает команда Эмпайр. Очень крутых. Фантом Лансер. Вместе с Магнусом. И. 1182 голды. 1368 экспирианс. А кто ж там все заработал. По-моему Йоку сделал даблкил. Если не ошибаюсь. Да, забирает и Тузка. И Квапу Йоку. 9-5. Отковырялись кое-как. По графикам чуть-чуть там подвосстановились. Уже 2.5 начинали терпеть. И по экспириансу тоже почти 2000 команда Эмпайр проигрывала. Йоку отправляется на топ-лейн. Фармить себе на Даггер. Квапа... Не Квапа. Фантом Ассасин в это время отправляется на нижнюю линию. Сразу же Смог. Алоха Дэнс. Ноу Фир. Здесь Резолюшн стоит. Байтят скорее всего на него. Здесь тоже ребята. Они пальцем деланы. Стоят. Ждут. Кто же придет дефать. У меня есть единственный адекватный ответ. Никто. А нет. Придут. Я дал адекватный ответ. На этом все закончилось. Покатились в Резолюшна. Сноубол не долетает. В итоге у нас Лода здесь оказался. Резолюшн ловят. И на 4 секунды стан. Но команда Эмпайр попыталась зайти в спину. Поняли, что все уже. Все развернулись. И с спины никакой не получится. Лода побежал вместе с Аки. В спид у Лоды 427. Здесь 360. Здесь 345. Лода забегает в бок. Надо улетать куда-нибудь. Сайлен прыгает на Аки. Аки на тизере. Быстренько на хайграунд. Алоха Дэнса забирает. Это факт. Алоха Дэнс забирает Чая Шартерс. Костовался полностью перед смертью. РПшка пошла от Йоку. Ну и вкатывается Майнат. Сайленд лоу хпшный выпрыгивает на крипа. Здесь просто огромнейшим стаком идет команда Альянс. Йоку тоже здесь оставляют. Минус 3. По хп никто практически ничего не потерял. Единственный кто это Висп. Но Виспу плевать на все это. Команда Альянс очень классно смотрится в этом матче. На самом деле действует агрессивно. Что более важно еще адекватно действует. Лишних мувов не получается. А темп и ритм команда Эмпайр потеряла. Они вниз. Альянс в это время забирает на медлейни Резолюшена. Эмпайр двигается на центральную линию. В это время так кого там убрали? Бэйна убрали. Эмпайр движется на центральную линию. И якобы в спину зайти. А там уже убили Резолюшена. Уже разворачиваются лицом. И готовы встречать команду Эмпайр. Вот и все проблемы. Алоха Дэнс сейчас получит по-моему от Тузка. Сюда уже идет релокейт. Лода плюс Саки. Ловят Алоха Дэнса. Алоха Дэнс под тизером еле бегает. Резолюшен лоу хпшный. Минус 2. Все это под Тонстоуном. Очень больно команде Эмпайр. И они пока свою игру нащупать не могут. Фантом Ассасин нуждается в артефактах как никогда. Да. Веспа правда до ковыряли. Йоку забирает веспа. И у него появляются деньги на даггер. Купи его сейчас. Купи в собственном магазине. Даже до секрет шопа не идет. Да. Приобретает себе в даггер Магнус. И курьер полетел. Теперь будет инициация. Теперь будет шанс самим навязывать драки. И что-то организовывать. Но пока что меня немножко отзадачила команда Эмпайр. 7500 по голде Альянсы. И по экспириенсу 4000. Тоже в пользу шведского коллектива. Давайте смотреть вещички. Релокейт или мне послышалось? Нет. Какой там релокейт веспа ставерна? Никаких релокейтов. Давайте смотреть шматье. Алоха Дэнс. Аркан Буци. Ничего. Более 930 голды. У Сайлента. Может быть Сайлент будет собирать барабаны. Нет. Он собирает себе рингов в Хелс. И будет тарить. Что он будет тарить? Да вот что я думаю он будет тарить. Баттл Фьюри. Скорее всего. Сайлент себе соберет. А может просто купил. Да и не знаю. Просто так в Доте ничего не делается. Особенно профессиональными коллективами. Скорее всего. Будет покупать себе Баттл Фьюри. Под Эм Пауэром. От Магнуса. Фантом Ассасин станет чуть ли не единственной надеждой. У Клопы уже появляется Оркет. Как все быстро происходит. 15 минуток. Вин оф Пейн от С4. 6-1-5. Есть. Пауэр Трэдс. Нул Талисман. Оркет. Баттла. Мэджик Вунд. Я вам больше того скажу. Даже свиток портала есть у Клопы. Ну все вообще. Не Клопа. Полная чаша. Туск. Аркан Буцы. Адмирал Бульдог. Мека есть. И Аркан Буцы тоже есть. Короче говоря. Маны просто бесконечно. Плюс Виск всем заливает. У Виспа тоже есть Аркан Буцы. Клопа. Продавай к чертовой матери ПТ. Покупай Аркан Буцы. И Лода тоже должен этим заняться. Ну 3 пачки Аркан Буцов на Командум. Она не заканчивается. Раскасты тут по таймингу. Ну очень короткие. 7 секунд кулдауна из Шарда. Сноубол. Сколько? 18 секунд тоже можно. Я уже молчу про Скрим. Офф Пейн 7 секундный и все остальное. Блинки. И Лода тоже небольшой кулдаун имеет. 10 и 6 соответственно. 6 секунд реалити рифт. Но не чокнуться, а. Чокнуться. Файты чудовищно крутые будут у команды Альянс. Империи все это надо вывозить. Надо Блэк Кинг Барр. Сайлент тем не менее Баттл Фьюри себе фармит. 17 минута. Пока не пахнет никаким Баттл Фьюри. Ринг оф Хеллс имеется, но... Тайминг провальный. Даггер есть у Йоку. Он в инвизе. Можно даггер и не юзать. РПшка пошла по С4. Должны поднимать С4. Да, его поднимает Релокейт. Сюда сразу же вот Аки вместе с Лодой. Бежать Сайлент будет выпрыгивать. Хотя долго. Очень долгий Фантом Страйк. Вытягивают на себя Сайлента. Надо к кому-то приблинковаться. 4 секунды к кому-то тут нафиг приблинкуешься. Все еще встанет Сайлент. Сайлент упрыгивает. Реалити риф на него. Сайлент лоу ХПшный. Пытается уйти отсюда. Мисс, не мисс. Нет, никаких миссов. Тут забирает Сайлент. Алоха Дэнс лоу ХП. Бегут все за ним. Поднимает Лоду. И Алоха Дэнс тоже в тавер. Папу забрали. Потеряли Кор Героя. Потеряли Саппорта. Но по итогу, конечно, Эмпайр в минусе не остается. Разве что по экспириенсу. Потому что гораздо больше героев убивало их. Нежели они разделили на одну квапу. Точнее, одну квапу не на всех. Ну и Альянсы выигрывают 7000 золота. 3000 экспириенс. Шведы тащат. Тащат и... И сложно очень все дается. Очень. Майнац видит Йоку. Хорошая шард. Очень хорошая. Здесь есть Скиюр. Немножко остается Йоку до приобретения РПшки. Ээээ... РПшки. Форстафа, конечно же. РП через 20 секунд будет. Ну и что у Лоды появляется тем временем? Армлет оф Мордиган имеется. Хэнд оф Медас имеется. Висп уже с Баклером. Уже есть урну в Шадоу. С хедреской есть. Остается 700 копеек Аки до приобретения Мекки. Как все близко и как печально все для Империи. Резолюшн приобретает себе поинт-бустер. Даже несмотря на то, что они отстают. И тут в роли аутсайдеров двигаются в данной игре. Резолюшн все равно собирает агоним. Чтобы больше видеть и меньше встревать. Вряд ли для агрессии. Хотя под смоком побежали. Может быть кого-то найдут. Отмена. Охрана, отмена. Ну, Фир, куда ты? А. Агрессия. Н. 0. Ч. 4. 0. 4. 0. Счет на Уфира. Мягко говоря, не очень. И ЦК. 2. 400 на руках. Давайте Нетворс посмотрим. 9000 ЦК. Йоку 7500. Сайлент 7500. Полтора. Полтора куска. В пользу Йоку. Ну и саппорты здесь тоже очень хороши. Флейнеры хороши. Резолюшн немного проигрывает. Резолюшн немного проигрывает Виспу. Ну и 1000 проигрывает Андаингу. Тоже не критично, но... Меня больше расстраивает Ноуфир. Вместе с Алуха Дэнсом Ноуфир вообще печально выглядит. У него всего 1200. 1200 Нетворс. В это время Роха падает на... 21-й минуте у нас. Уже сюда готов, я думаю, врываться. Под релокейтом Висп плюс ЦК. У Магнуса есть РП. Бросает Эмпауэр здесь на Фантом Ассасин. 180 с руки. 2 ТП пошло сюда. У Йоку есть Форст Став. Есть Даггер. Улетает отсюда. И в бок заходит команда Альянс. Ну, по идее, все свалят. Отсюда догнать вариантов нет. На перерез двигается Туск. Не останавливается Лода. У него есть Аэго. Также у Лоды есть Аэ... Уже Ривер. О, если это будет... Если это будет Тараска на 23-й минуте. Как вообще с этим играть? Алоха Дэнс. Лоу ХПшный. Алоха Дэнс крадет Сигил. 2 Сигила. Класс. Просто подфармить Сигил команде Альянс. Подставился в итоге. Побежали всей толпой игроки команды Альянс. Не зря. 1 килл сделали. Ну, и теперь можно давить топ-лейн. Сайвент на Эншентов. Эмпауэр на нем обновляют. У него готов... Готов Баттл Фьюри уже. Убил, упрыгнул. Убил, улетел. Ну, команда Альянс давит. Давит дальше. Да, Фантомка с Баттл Фьюри. 22-ая минута Баттл Фьюри. Аквила ПТ не сильно круто. На самом деле. Совсем не круто. Совсем не круто. И посмотрите на Нетвор Слоды. У него 10... 200. У Фантом 8400. Она проигрывает. Может получится, конечно, критовать, вырезать. Все это может получиться, но... Пока что гораздо увереннее смотрится команда Альянс. 9000 перефарм золота. Экспириенс 5,5. О! Какой теперь Рубик у нас крутой. Рубик Фантазм украл. И знал же, да, на кого скастовать. Крадет Рубик Фантазм. Вот бы вызвать двух лод еще. 4 Рубика! Понеслось! Лоду будут забирать релокейтом. Висп уже здесь нет лоды. Ма! Просто нет лоды. И кто-то что-то украл. Или мне показалось? Нет, Алоха Ненс ничего больше не украл. Сейчас будет возвращаться Висп. Готовится. Жду по таймингу на Аке. Аке отсюда улетает. Под Вайдом, под Даггером, под Шок Воевом. Просто уходит. Отстояли свою линию игроки команды Эмпайр. Но Тавр, посмотрите, как сильно продамажен. Треть ХП всего лишь осталось. У Тавра проблемы, как и у всей команды Эмпайр. Проблемы есть. Они наглядные. Альянс сейчас намного сильнее в этой игре смотрится. Как и в предыдущей. Альянс подсобрались. Решили тряхнуть в стариной. Все получается. Блэк Кинг Бар появляется у Кваплей. Все это после Оркида. Мидер очень хорошо себя чувствует. У Магнуса в это время 1200 на руках. Форс Став, Даггер. Все для мобильности. Тут весь жир только тот, который на нем. Весь дэмэдж только тот, который сам себе может дать. Магнус так и должен собираться. Здесь будет. В итоге рефрешер орб, скорее всего. На данном герое. Шивас Гвард, безусловно. Туск. 1870 на руках. Медальон имеется. Аркан Буцы имеются. Тоже возможно копить на Даггер, судя по тому, что никаких медальонов, амулетов инвизных не покупает. Ну и вот она. 24-я минута. Наступила у лоды. Есть. Тараска. Режь не хочу. У лоды 12 дефа. У лоды 2500 хп без включенного армлета. С включенным 3000. Солар крест появляется у Туска. Что Фантом делать, вообще не понимаю. Как Савенту справляться с этой ситуацией? Он покупает себе Огр Клаб. Приобретает Мурдип Маск. Для Доминатора, скорее всего. Резолюшн с Аганимом. Видно все хорошо, но дальше куда дальше. Не ясно, что с этим делать. Лода просто пилит Тавер. Ему никто не может помешать. Тавер падает. Пошел Даггер в лоду. Ну хп реген, смотрим лоды. 118 хп реген лоды. Сбивают, кстати, всю эту ерунду. Алоходен забирает реалити рифт. Притяжка могла бы быть, просто некого. Ну иллюзии Рубика пошли наваливать. Ой, молодцы какие. Это фантазмовые иллюзии. Крепенькие. Ну как крепенькие. Это Рубик, он сам по себе не очень крепенький. 5 дефа, 800 хп. Все равно лучше, чем какие-нибудь там несчастные иллюзии от руны или от Манта Стайва. Настоящие мужицкие иллюзии. Давай, Рубик, отжигай. Реалити рифт неплохой. В общем-то, спелл украден. Но по-хорошему здесь бы стан забрать Алоходенцу. На 4 секунды запульнуть в кого-то. Тамбу поставили игроки и команды Альянса. Майнанс близко даже не подходит. Алоходенца за 1 крит разорвало. И Магнус не может ворваться. Нет смысла врываться. Рубика там нет. Фейтболт сразу байбэк, кстати, от Алоходенца. Врывается Йоку и моментально ловит Сайвенс. Моментально. Сразу же уходить отсюда падает центральная сторона. Лода лоу хпшный. Ой, как лоу хпшный? Лода замедленный, конечно же. Ну и набросились всей толпой игроки команды Эмпайр у нас на Томпстоун. За лодой будут бежать. Оке уже готов. Релокейт имеется, поэтому поймать лоду не получится. В итоге на ничего разменяли мидлейн. Игроки команды Эмпайр стоят, ждут. Вы видели, что было только в зону действия. Реалити рифт попал. Рубик его размазало по карте. Ну и надежду на даггер какой-нибудь Рубик пока теряет на ближайшие минут 5. Выигрывает очень плотно. Команда Альянс. Мидлейна на 27-й минуте у Империи уже нет. По голде 14, по Экспириенсу 5. Давай, Сайлент. Ждем, верим, надеемся. У Сайлента появляется Митрилхаммер. И более 1000 голды остается до покупки. До покупки Блэк Кинг Бара. И здесь что по артефактам. Вот что по артефактам. Альтимейтор появляется у лоды. Я думаю, на самом деле, что здесь не будет. Манта Стайл, скорее всего, здесь будет Скади. Для лоды, чтобы иллюзии были покрепче. Да и 105, да и все, короче говоря. Крутой артефакт. Если можешь его рано собрать, то это очень поздно. Поздно он может не так сильно зарешать, а до 35-й минуты хороший, очень даже плотный артефакт. Тоск покупает себе Виталити в бустер. Солар Крест есть, а это зачем? Неужто для... Может быть. Может быть или может быть. Висп Владмир. У Акки есть Аркан Буцы. У Акки есть Урнов Шадлс. 1600 на руках. Акки распрекрасно себя чувствует. Он отстает всего лишь на 500 золота от Резолюшина. Который поначалу линию-то свою выигрывал. Вместе с Моуфиром в пачке. Но к чему это все привело бы видеть? Что-то где-то пошло не так. Например, все и везде. Но смещение саппортов на нижнюю линию. Получилось пару раз принять хорошенько Резолюшина. Ноуфир фидит. Ноуфир не ноуфид, к сожалению. Хотя последнее время, вот минут 12 не подставлялся. Потому что Эмпайр вообще избегает драк как таковых. Они отдали центральную линию и не дрались. Они понимают, что они слабее. Они не до фарм имеют потрясающих масштабов. К этой минуте 15 кусков. По Экспе, по левелам проигрывают. Короче, вообще не подходи. Команде Альянс. Адмирал Булдог. Гвардиан Грифс есть. Пойнт Бустер у него есть. Аганим будет через 1600 голды. У СФО появляется плейтмейл. 1400 на руках. Будет готово. Шиво скоро. У Тузка мы видели. У Андаинга мы видели. Что у Фантом Ассасин? Все. Есть Блэк Кинг Бар для Вирту... Эээ... Виртуз Про для команды Эмпайр. Конечно же. Баттл Фьюри. Мордип Маск. Рингу Факвила. Йоку. 2700 на руках. Шиво с Гвард скорее всего. Вряд ли РП... Эээ... Пауэр... Вряд ли здесь будет... Рефершерок. Лода вообще в соляк стоит, пишет Р... Пилит Рошана. На позициях все здесь. И Адмирал Булдог. И СФО. Видят Лоду. Прыгать на него не прыгают. Все. Лоду должны цеплять. Сайлент прыгает на Лоду. Начинает пилить его. Резолюшн ловит Сайлент у нас. Тамбу поставили. Сайлент включает Блэк Кинг Бар. Ну так драться надо. Расключил. Все. Прыгает на Адмирала Бульдога. Лоу ХПшный Адмирал Бульдог. Выхиливается. Ой, как жирно, конечно, Адмирал Бульдог. Уже забрали Бэйна. Забрали Рубика. Лоду всем силом бьют. Но Лода самый крепкий герой здесь. Резолюшн в таверну. Майнац вместе с Лодой в сноуболе отдохнули. Немножко Лода подвосстановился. Включил Мордиган. Но у него тысяча с копейками ХП. Сейчас начнется восстановление ХП. И это минус 3 безответных. И толком без потерь. Андайенг отхилится у Лоды. ХП регент. 152 был до поры до времени. Ну и все это под Владмером. Хорошенько так отрегенивается. Лода вообще не потрепанная даже. 23-7. Ворвались. И этого не хватило. И не надо врываться на Лоду. Это бесполезняк абсолютный. Надо врываться на Андаенга до Тамбы. Надо врываться на Тузка. И что-то с ним делать. Но обратите внимание. Станов-то нет. Есть Дизейбл. Это Рубик с телекинезом. Но он такой копеечный. Есть РП. Но тоже ненадолго. И тоже попробуй зайди. РП просто так не раздается. От таких вот точечных станов нет у команды Эмпайр. Нечем зацепить Майнаца, например. Чтобы развалить его до того, как он заберет кого-нибудь с Ноубол. Нечем. РП. 40 секунд нет у Магнуса. Как драться не ясно. Резолюшин. Пошел на Лоду. Финс Грипп пошел в него. Лода с Аегой. Лоду опять сейчас будут бить полчаса. И Лоду не убьют в итоге. Алоха Дэн слоу ХПшной. Алоху забирают. Монстр килл от Лоды. Привозит всех Йоку. Лода лоу ХП. Лоду возможно убьет. Хотя еще ничего. Живет Лода. И подхиливает его Аки. Как же тебя убить? Просто чудовище вообще. Они ЦК прыгать за ним Сайлент. Забрали в итоге Аегис. Аки с Релокейтом. И сейчас он будет спасать своего тиммейта. Аки не кастует еще Релокейт. Пока у Лоды все нормально. С крита раскладывается Сайлент. Байбэк у Сайлента отсутствует. Падает вторая сторона. Только Тузка потеряли. Лода не печалится. Лода просто стоит и бьет. Чем забирать его вообще непонятно. Но Эмпайр еще дерется. На Лоду пошел Сайлент. Ему пофиг. Просто пофиг. 147 ХП Реке. Включил Фантазм. Пошли. Разваливаться иллюзии. У Фантазмов 3200 ХП. Они просто идут и бьют. Еще есть третья сторона. Возможно будут стоять и ждать. Драться приходится без Сайлента. Это плохо. Это неприятно. Притягивают Ноу Фира. Ноу Фир в таверну. Прыгают за Лоха Дэнсом. С4 поднимают. У С4 есть Соник Вейп. У С4 есть Блэк Кинг Бар. Вторая сторона падает. Это начало конца. Для команды Эмпайр это факт. Я тут даже не драматизирую. 22000 перефарм золота. И 10000 Экспириенс. Последний Т4 падает. Будут ждать. Фантом Ассасин. Возможно. Но это так вот знаете. В тишине ожидания неизбежного. Приносит себе Скади ЦК. На 33 минуте потрясающе крутой фарм. ГПМ 575. Не крутой ГПМ. Не крутой. Но просто на фоне. Фантом Ассасин с хорошим недофармом. 450. На фоне Йоку 340. Нехило так смотрится. Айсфос 500. И 572 ОЦК. Смотрится хорошо. Просто опять же все относительно. На фоне недофарм от Тим Эмпайр. Будут бороться за третью сторону. ПА очень быстро сложилось. ПА вообще в отрыв здесь ушла. Фантом Ассасин. Маску в Мэднес покупает Сайленд. Чтоб прокнули криты. Криты то вроде неплохие. Все вроде неплохо. Но не к 34 минуте. Ни один Баттл Фьюри и Блэк Кинг Бар. Это не серьезно даже. 460 ГПМ. Но вы видите что происходит. 27.8. Перефарм 25 кап уголдет. 10 тысяч по экспириенсу. Давайте пробежимся по артефактам. Пока команда Альянс немножко в покое оставила Тим Эмпайр. Гвардиан Грифс и Аганим у Андайинга. Он чокнутый. Теперь Кираса появляется у С4. После Блэк Кинг Бара. После Орки. Офмелевэлянс. Висп. С Геос Септром. Чтоб не трогала его фантомка. Урнов Шадоуз. Владмир 2700 на руках. Охренеть. Ноуфир за всю игру таких денег не держал. А ну-ка сколько там Нетворс? Две. У него Нетворс две вообще за всю игру. А тут на руках у Виспа 2700. Приехали. 071 идет. Ноуфир вообще не зашел категорически. Ван Гвард есть у Туска. Солар Крест есть. И я думаю Туски еще и Гвардиан Грифс соберет. Не поздно на самом деле. С тем количеством дэмэджа, которые Эмпайр вносит руками. Не поздно совершенно. Ну а здесь что? Здесь Брассеры кое-как. Здесь Магнус. 4300 на руках, но ничего не покупает. Для байбэка Найт Сталкер. Есть 2000 на руках. Но БКБ, наверное, можно и не успеть втарить. И пошли иллюзии. Пошли иллюзии от Фантазма. Есть Фантазм также у Рубика. Юзай его. Пройди что-то еще. Алоха Дэнс. Дэнс забирает Дэкей. Алоха Дэнс может быть жирным теперь. Так, прыгает у нас на Ноу Фира Млода. Юзай Дэкей. Алоха Дэнс. Дэкей не проюзал. Проюзал в никого вообще. Сайлент прыгает у нас под Момом. Пьюр Дэмэджем так много залетает. Сайлент начинает нарезать Адмирала Бульдога. Дэкей просто высасывает всего Сайлента. Просто как тюбик вообще с пастой. Высасал все. Выдавил. Выжал беднягу Сайлента. 31-8. Эмпайр проигрывает эту игру без каких-то видимых шансов на победу для себя. 2-0 в итоге в пользу команды Альянс. Империя одерживает третье поражение за сегодня. С четырех матчей. Первую игру сыграли 1-1. Но против не очень серьезного соперника Альянс. В этой группе, пожалуй, топовый соперник для Тим Эмпайра. И команда Эмпайр такого напора не выдерживает. 0-8. Ноу Фир. 1-10. Алоха Дэнс. Резолюшн 1-5. Магнус 2-4. Фантом Ассасин 3-5. Очень-очень некрасиво все вышло. 31-8. Просто задавили чем могли. Ну что, друзья, прощаемся на данный момент. Возможно, вечером мы еще услышимся. У нас сегодня еще одна игра против команды... Сейчас скажу. Против команды Старк. Да, против коллектива Старк. Это наши бывшие... Наши бывшие кто? Трикси, Буги, Валикс, Немфи. Как вы назывались?